Россия является лидером изучения Антарктики на сегодняшний день, никто не может с этим сравниться. У нас была великая страна, Советский Союз, мы вместе работали, много ученых было с разных городов и поселков, работали там. Ну и если кто-то надеялся, что это все погибнет, оказывается не погибло, а вышло на более высокий уровень. Это подвиг, вы совершаете подвиг, мы вами гордимся, спасибо вам огромное, еще раз подчеркиваю, мы, белорусы, будем более активно включаться в данные процессы. Живите дружно, мы братья, нам делить нечего, вклад в науку должен быть как страны России, так и Беларуси. Благодаря ученым Беларусь известна на весь мир как страна, где делают самые большие самосвалы и добывают калийную руду. Производят лазеры, микросхемы и электрический транспорт. В стране выполняют высокотехнологичные хирургические вмешательства и выпускают лекарственные препараты. Республика наравне с крупными государствами входит в число космических держав и осваивает энергию мирного атома. А еще белорусские ученые занимают крепкие позиции в клубе антарктических держав. Об этом мы сегодня и поговорим. Зачем Беларусь возобновила исследования Антарктики и над какими проектами там работают наши ученые? Почему эта тема легла в повестку недавней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина? Как западные санкции добрались до Южного полюса и кто пытается присвоить себе территорию ледяного материка? Мы связались с нашими полярниками и готовы ответить на все эти вопросы. Давайте сперва разберемся, почему Антарктида, сплошь ледяная пустыня, уже многие годы притягивает к себе интерес ведущих держав мира. С научной точки зрения все просто. Нет более идеального места для изучения климата и природы, чем нетронутая деятельностью человека территория. Антарктида интересна и с точки зрения наличия здесь различных видов минеральных и биологических ресурсов. И еще один немаловажный нюанс. В недрах континента скрыты огромные запасы полезных ископаемых. По некоторым данным, в одном только регионе моря Роса содержится около 50 миллиардов баррелей нефти и более 100 триллионов кубометров газа. Да, сейчас добыча полезных ископаемых здесь запрещена дополнительным протоколом к договору об Антарктике. Правда, этот запрет не является бессрочным. В условиях, когда на Большой Земле уже разработаны практически все возможные месторождения, кто может гарантировать, что Антарктиду не ждет та же участь? Но это уже риторический вопрос. Белорусы начали участвовать в освоении Антарктиды еще с середины прошлого века, вместе с учеными из других советских республик. Нашим землякам удалось зафиксировать здесь два мировых метеорологических рекорда. Самую низкую температуру воздуха на планете – минус 89,2 градуса по Цельсию и самый сильный порыв ветра – 78 метров в секунду. Но белорусский след в Антарктиде был оставлен еще раньше. Два столетия назад первая русская антарктическая экспедиция под руководством Белинсгаузена и Лазарева открыла в Южном океане несколько островов. Так, на карте вблизи Антарктиды появились острова Фолоцк и Березина. Эти мореплаватели увековечили одну из побед русского оружия в войне с Наполеоном. Распад Советского Союза привел к разрыву экономических и научных связей между республиками. В те времена не было денег на новое оборудование, нечем было платить зарплату ученым и уж точно было не до экспедиций на край света. Переломный момент наступил лишь в 2005 году. Накануне 50-летия с момента начала советских антарктических исследований Национальная академия наук, белорусские ветераны-полярники и их российские коллеги подняли вопрос о возобновлении исследований в Антарктиде. Ученые направили письмо президенту, и Александр Лукашенко дал зеленый свет этой инициативе. В 2006 году Беларусь присоединилась к договору об Антарктике. По распоряжению президента была разработана первая государственная программа по мониторингу полярных районов Земли. И уже через пару месяцев в Антарктику была направлена рекогностировочная, полярники называют еще нулевая, экспедиция. Белорусским ученым необходимо было определиться с будущим базированием. Российские коллеги предложили им использовать давно уже законсервированную полевую базу «Гора Вечерняя». В советские годы это был аэродромный лагерь для тяжелых самолетов, доставлявших грузы в Антарктику. На самом деле мы застали здесь несколько ветхих сборных из фанеры сооружений в очень утильном таком состоянии. И одно сооружение это в виде четырех бочек металлических с старым уцеплителем типа Минватте с советских времен. Но по крайней мере это была какая-то крыша над головой. Белорусским экспедициям не пришлось в чистом поле начинать базирование, потому что это практически невозможно в Антарктике. То есть у нас появилась точка опоры, которую мы на протяжении ряда лет восстанавливали, реконструировали. Первые семь-восемь лет условия были жесткие, это мягко. Так, к примеру, душ мы принимали следующим образом. То есть в чайнике нагревалась вода, в каком-то углу, огороженном клееночкой, пересаживался на корточки, поливал на себя пару чайников, делал вид, что помылся, ну и так далее. Соответственно, и все другие условия соответствовали этим. Исследования первые годы тоже приходилось выполнять на коленке. Полярники собирали образцы природных материалов, а изучали их уже в Минске. В 2013 году по поручению правительства был разработан план создания белорусской антарктической станции. И через несколько лет полярники ввели в эксплуатацию первый объект, трехсекционный модуль управления, связи и навигации. Он расположился на побережье моря космонавтов, территории оазиса холмы Тала, земли Эндербе в Восточной Антарктиде. Морским путем, как правило, отправляются большие крупногаваритные грузы в Антарктиду. Это и продукты питания, и научные оборудования, и в том числе новые объекты полярной инфраструктуры, которые отправляются из Минска в Санкт-Петербург, и оттуда, на научно-исследовательских судах, через Балтийское море, Ла-Манш, они огибают Африку, идет дозаправка в Кейптауне, и отправляются в нашу белорусскую антарктическую станцию. И второй путь, это, как правило, отправляется первая авангардная группа авиационным путем из Минска в Кейптаун, и оттуда рейсом отправляется на станцию Новолазаревской в Антарктиде. Перелет составляет более 6 часов, и оттуда уже отправляется на нашу белорусскую станцию, внутри континентальным рейсом, на наш аэродром в районе горы Вечерний. Строительство белорусской антарктической станции еще не завершено, но уже сейчас она способна функционировать в круглогодичном режиме, а ее инфраструктура напоминает небольшой городок. В распоряжении белорусских полярников уже упомянутый нами трехсекционный модуль, который состоит из служебно-жилого и лабораторно-жилого блоков, а также секций управления, связи и навигации. Восьмисекционный служебно-жилой модуль включает две лабораторно-жилые секции, две жилые секции, технологическую секцию, две секции бытового и санитарно-гигиенического назначения и амбулаторно-хирургический стационар. Среди вспомогательных объектов гаражно-ремонтные боксы для снегоходной техники, складские помещения, рефрижераторный контейнер, емкость для хранения дизельного топлива, установка для сжигания отходов. Для передачи информации и контактов с внешним миром в распоряжении участников экспедиции три терминала спутниковой связи и спутниковые телефоны. Функционирование станции обеспечивается дизель-генераторами различной мощности. Просто посмотрите, как было и как стало. И что немаловажно, научно-приборные комплексы у белорусских полярников отечественного производства. Не было на тот момент такой остроты импортозамещения. Даже, как говорится, ни в обществе, ни в средствах массовой информации так особо это не обсуждалось. Есть где-то на Западе, есть где-то в Китае, есть где-то в Латинской Америке. Надо купим. Были бы финансы. Проблем нет. Но, пусть меня простят те, кто не любит громких слов, но это не громкие слова, поверьте. Это взгляд в будущее был. Понимание перспективы, что такое может произойти. Мы слишком шатко в мире живем. И вот эта политика, основанная на комплектовании собственными силами, собственными разработками, причем не только не уступающими лучшим мировым образцам, а в некоторых случаях превосходящими их, сегодня дает свой результат. Мы практически с научной точки зрения, да и с точки зрения безопасности технологической, мы в большей степени независимы сейчас от вот этих вот ветров и прочих санкций, санкционных моментов и так далее. Это мудрость, но мудрость государственная. Сейчас идет вторая очередь строительства белорусской антарктической станции. Ученые поставляют новые приборные комплексы для работ в разных условиях, под водой, на земле и в воздухе. Ведется строительство стационарной нефтебазы. В ближайшее время появятся у полярников и кают-компании с пищеблоком. Но какими же исследованиями занимаются белорусские ученые в Антарктиде? Вот этот регион – это кухня погоды, которая формирует климат нашей планеты. И участие нашей страны в исследовании этих процессов тоже очень важно и необходимо. Получены ряд уникальных данных, в том числе по изучению и физики атмосферы, и биологических ресурсов и так далее, которые внесли значительный вклад в изучение этого континента. Например, с точки зрения биологических и микробиологических исследований регион достаточно уникален. Существуют в этом континенте биологические микроорганизмы, которые приспособлены именно к тем суровым непростым условиям природным, в частности климатическим низким температурам, а также плюс ко всему наличием очень мощного ультрафиолетового излучения. Вот эти микроорганизмы можно привезти, и так уже было сделано, поместить определенные условия, и на базе которых уже даже нашими учеными были разработаны биопрепараты для защиты растений. Полярники изучают атмосферные аэрозоли, снежные и ледовые покровы, проводят мониторинг озонового слоя и сейсмологический мониторинг. Белорусская станция может зафиксировать подземные толчки даже в других регионах земного шара. Пример – прошлогоднее землетрясение в Турции. Геолого-геофизические исследования, эколого-геохимический мониторинг, изучение фитохимического и фармакологического потенциала наземной флоры Антарктики. За экспедицией ученые проводят десятки исследований и экспериментов. Биологические исследования в Антарктиде начались практически с первых экспедиций, с первых белорусских антарктических экспедиций, и биолог, наверное, только в нескольких экспедициях отсутствовал. Целью работы является поиск биологически активных соединений брио- или хенобиоты Антарктиды, которые характеризуются противовоспалительными, антибактериальными и антифугальными действиями. Результатом этой работы будет разработка новых гемостатиков растительного происхождения. В идеале конечный результат – это получение лекарств, которые помогают от тяжелой болезни. Мы можем отслеживать перемещение больших скоплений аэрозолей по атмосфере. Также можем определить, где аэрозоли идут природные, то есть там извержения вулкана, какие под влиянием человека. Это все сети открыты, мы можем залезть в интернете туда, в эту базу открытую, и посмотреть условно. Вот извержение вулкана идет, поднялась сажа в атмосферу, аэрозоль наша. И это облако движется в какую-то сторону. Как оно влияет на погодные условия, например, где оно находится и где оно оседает. Вот за этим мы следим. В январе белорусские полярники совершили многодневный научный поход в труднодоступный и неизученный район Антарктиды. 60 градусов ниже нуля и бескрайнее снежное море. Преодолев около 700 километров, ученые собрали новые данные о природной среде материка и положили начало дальнейшему расширению географии, научных и практических интересов Беларуси в Антарктике. Александр Лукашенко всегда отмечает, наука интернациональна. Она призвана служить всему человечеству. И только тогда она имеет перспективу, когда принадлежит всему миру. Наука не может замыкаться сегодня в рамках даже самого большого продвинутого государства. Америка, Китай, Соединенные Штаты. Нет. Тем более Беларусь. Наука интернациональна. Она такой была всегда. И только тогда она имеет перспективу к развитию, если она будет интернациональна. К сожалению, сегодня многие страны начинают забывать об этом принципе. И Антарктида тому пример. В 1959 году, в самый разгар Холодной войны, был заключен договор об Антарктике. Его главной целью было обеспечить использование Антарктики в интересах всего человечества и исключительно в мирных целях. В документе говорилось о свободе научных исследований, поощрялось международное сотрудничество. Формально этим постулатам страны привержены и сейчас. Но по факту, даже здесь проявляются двойные стандарты коллективного Запада, который словно пытается выкрутить руки своим конкурентам. Происходит это по-разному. От запрета на продажу и обслуживание измерительных приборов и технических средств до проблем с банальным обменом метеоинформации, которая на минуточку обеспечивает безопасность полетов над континентом. Сворачиваются совместные научные проекты, вбиваются к линии в отработанные за десятилетия логистические вопросы. Под различным видом объявляются в Антарктике особо охраняемые зоны или зоны особого научного интереса. Это огромные территории. Они, де юре, не принадлежат государствам, но это заявка некая на будущее. Туда доступ уже в современные последние годы, он ограничен. То есть только по специальным разрешениям и так далее, и так далее. То есть идет такое постепенное закрытие отдельных огромных территорий Антарктики в интересах конкретных стран. Это противоречит корне, духу и принципам договора об Антарктике. И ряд ведущих стран локомотивов договора об Антарктике к этому процессу подключилась и Республика Беларусь активно противодействует этим моментам. Так что не зря сотрудничество в Антарктике стало одной из тем январской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Перед переговорами президенты приняли участие в мероприятии по воду в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на российской станции «Восток» в Антарктиде. Строился он с привлечением белорусских промышленных предприятий. Они, например, поставляли трубы, кабельную и электротехническую продукцию, насосное оборудование. Используют на станции белорусские измерительные приборы. Александр Лукашенко пообещал, что в Беларуси обратят более пристальное внимание на развитие полярного сектора науки и практики. Мы действительно очень серьезно поработали эти два дня. Это не шутка. Можно прямо сказать, от южного полюса до северного обсудили проблемы. И Антарктиды создаются там более комфортные условия для работы. Россиян. Зимовочный комплекс создан. Но самое важное, что там никто ничего не делит. Беларусы работают вместе с россиянами. Наша станция рядом. И всяческая помощь научная. И в быту оказывается белорусским специалистом, которые там размещены. Перефразируем главу государства. Он говорил, что только тогда наука имеет перспективу, когда принадлежит всему миру. Так вот, и сотрудничество только тогда имеет шанс на успех, когда действительно никто ничего не делит. И опыт белорусских полярников – яркое тому подтверждение. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа. Простота и справедливость. Продолжение следует...